В МИДе назвали безосновательными обвинения в адрес России по поводу якобы сопричастности к миграционному кризису в Евросоюзе. Развернута целая кампания в средствах массовой информации, не только не подкрепленные фактами, но и прямо противоречащие им, отметили на Смоленской площади. Как раз сегодня, кстати, в Женевской штаб-квартире ООН ситуацию оценили как обширную гуманитарную проблему, созданную собственными действиями Европы. Самые горячие точки границы Греции и Македонии, а также Франции. В календаре на ближайшую неделю, между тем, саммит Евросоюза. Его фон у Григория Емельянова. Из защитников джунглей, так обитатели стихийного лагеря в Кале прозвали своевременное пристанище, в стычки с полицией вступают лишь единицы. Сопротивление подавлено. Весь день бульдозеры стирают трущобы с лица земли. Кое-где еще поднимается дым, как напоминание о том, что происходило ночью. Мигранты не пожелали сдавать лагерь без боя, подожгли несколько палаток, а вмешавшихся полицейских осыпали градом камней. Им ответили дубинками и слезоточивым газом. Костью в горле и властей, и местных жителей джунгли были много месяцев. Сначала приезжие рассматривали Кале как перевалочный пункт, где можно дождаться шанса морем или через Евротуннель попасть в Британию. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Дорогу на острова мигрантам перекрыли, и в Кале вырос целый город из подручных материалов. Кроме жилых палаток и бытовок были школы, мечети, библиотека, но не было элементарных санитарных норм. Люди жили практически под открытым небом, среди мусора, без канализации и без шансов пересечь пролив. Я шесть месяцев пытался попасть в Британию, но теперь это практически невозможно из-за действий полиции по обе стороны Ла-Манша. Снеся джунгли, французские власти на самом деле не решили проблему, а просто передвинули ее в другое место. Мигрантов переселили в соседний лагерь. Решения нет, а человеческая волна наступает. Не ослабевает напор на греческо-македонской границе, где накануне толпа пыталась прорвать заграждение на пути в заветную Германию. С нами ведут грязную игру. Вот я сириец, здесь есть еще и ракция. Мы все бежали в Европу от войны. Нам твердили, приезжайте, приезжайте, приезжайте к нам. Ну вот мы приехали, и как будто снова попали на войну. Преувеличение ли это? Над импровизированным лагерем кружит вертолет. С той стороны колючей проволоки ездят броневики. Вспыхивающие то тут, то там конфликты отличаются жестокостью. Европейские лидеры в недоумении. Как можно звать новых мигрантов, когда непонятно, что делать с уже приехавшими. А система распределения их по странам ЕС оказалась мертворожденной. Вы должны понять, Германия придумала лимиты, но их не обсуждали на уровне Евросоюза. Мы достигли предела своих возможностей. От ЕС и Германии никакой по сути реакции. Тут слова расходятся с делом. С одной стороны говорится, что надо снижать поток беженцев. С другой, публично посылаются совсем другие сигналы. Меркель должна уйти. Лозунг тех, кто, несмотря на сильный снегопад, собрался на демонстрацию в Дрездене. Это акция пегиды. Некогда маргинальное движение против исламизации Запада собирает все больше сторонников. Но Ангела Меркель не слышит ни этих лозунгов, ни криков души отчаявшихся мигрантов, ни прагматичных доводов соседей по Европе. Словно из параллельной вселенной она продолжает вещать о европейском гостеприимстве. Накануне, после дегустации пива с однопартийцами, канцлер вновь объясняла, что в вопросе беженцев ошибаются все, кроме нее. Я вам говорю, такой огромный континент, как Европа, с населением в 500 миллионов, может дать пристанище миллиону сирийских мигрантов. Это не такое уж большое одолжение. Мы соседи. К тому же, может, там и вовсе окажется меньше миллиона тех, кому действительно нужно убежище. Сделать свой вклад – это, я считаю, сейчас обязанность Европы. Звучит как издевательство. Может, их будет меньше миллиона. А вот по подсчетам Международной организации по миграции будет больше. Только за два месяца этого года в Европу прибыло 130 тысяч человек. А к будущей осени ожидают больше, чем было за весь 2015-й. То есть сильно за миллион. В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев считают, что Европа на грани гуманитарного кризиса. Чтобы избежать его, Меркель предлагает снять пограничные барьеры. Но насколько она искренна. Ведь, по ее же словам, у мигрантов не должно быть права выбирать страну, где просить убежище. Получается, немецкий канцлер приглашает их, но селить планирует в той же Австрии или, скажем, в Эстонии. Статистика, кстати, отметила, что в феврале поток мигрантов в Германию снизился на треть. Как удалось достичь столь впечатляющего результата, когда лагеря в других странах буквально ломятся от желающих попасть именно в Германию. Вариантов немного. Либо предложение открыть границы Меркель распространяет на всех, кроме себя. Либо оно вообще не более чем обман, чтобы сохранить лицо. А что будет с сотнями тысяч приехавших и уткнувшихся в колючую проволоку, гостеприимую Меркель на самом деле мало интересует. Григорий Емельянов, Кирилл Данилов, Первый канал.